Всем привет, друзья! Далеко не уходим от темы побегов, теперь мы будем сбегать не из тюрьмы, а из куба, как я понял. Игра под названием Куб Эскейп, и давайте попытаемся сбежать отсюда. Это такой небольшой обзор этой игры, если игра вам понравится, вы сможете её скачать и продолжить уже сбегать отсюда. Две двери, голова первая, фильм голова вторая, которая закрыта у нас. Ладно, кажется фильм у нас пока же недоступен, надо наверное что-то там починить, это догадка. Где же я? Комната мне уж очень сильно не нравится. Был ли я здесь раньше? Ух, надеюсь не был, там какой-то скелет висит. Она здесь, скорее всего это какая-нибудь его жена, которая как я понимаю погибла, либо какая-нибудь сестра. Наверное скоро мы это узнаем. Ух, головоломки, как же я их обожаю, когда играю вместе с вами на стриме. Причём здесь есть не одна комната, а сразу три, четыре, воу, четыре комнаты, как я понял. Тот самый телевизор, который мы видели с самого начала, он у нас почему-то отключён. Нажмите на стрелку вниз, чтобы вернуться. Нет, возвращаться я пока что никуда не хочу. У нас есть, угу, вилочка, которую я хочу подключить. Есть вторая вилочка, которую я подключить не могу, её надо как-то починить. Скорее всего для починки потребуется какой-то паяльник, но опять же это всего лишь моё предположение. Глобус 100, 100% глобус открывается, но не мне. Кажись, потребуется какой-то ключик, идём дальше. Цветок, с которым никак взаимодействовать нельзя, это очень странно. Возможно, его можно как-то полить. И тот самый скелет, огромная голова, которая мне что-то напоминает, но с ней тоже пока что никак взаимодействовать нельзя. 100% что-то спрятано в шкафу. Давай посмотрим. Заперто, заперто и одна из дверей открытая. Тут небольшая головоломка и... Проведите, надо подобрать код. А какой код? Возвращаемся тогда к телевизору, который мы вроде как подключили, хотя нет, подожди. Вот эта вилочка идёт от телевизора, она сломана. А вот вторая фиг знает от чего, наверное от шкафа. Давай посмотрим, хотя чё на него смотреть, подожди, мы же его не включили, надо срочно найти, как я могу починить телевизор. Тут должны быть какие-то подсказки, тут всегда... Опа! Ты говоришь со мной? Он со мной определённо говорит, но вместо слов я слышу просто какое-то чириканье. Так, слушай, я думал, ты мне подскажешь какой-нибудь пароль, код или так далее. Опачки, а вот это есть и мы. Немного уставший персонаж, и ему немножко холодно. Сейчас, не бойся, мы тебя согреем, найдём какие-нибудь подсказочки. Две шкатулки. Опа! 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 Головоломка небольшая. Надеюсь, вы не сильно против, что я рассказал её без вас, я просто не хотел тратить ваше время. Ребят, на самом деле, Лёха, головоломка, я такие в детстве сотни раз разгадывал, и окей, чё-то мы открыли, но ключ у нас был и до этого. Мы открыли какую-то записку, это обрывок фотографии, ну-ка. Ага, сами мы на неё сгнуть не можем. Пока же, для чего нам нужен обрывок фотографии, мы не догадываемся, и сам комод закрыт. Хорошо, у нас есть какая-то ширма, за которую, хух, я на самом деле рад, что никого нету. Но думаю, это только пока что. Так, у меня уже небольшие мурашки похожи, потому что здесь пахнет всё чистой силой. Какая-то, ну, очень странная картина. Дух, и опачки, ещё один обрывок фотографии. Подожди, мы можем почти полную сейчас собрать фотографию. Что-то я могу открыть, но... Оу, я-я-я дёргаю, но не открывается до конца, в чём проблема? Какая-то надпись, либо, скорее всего, какие-то цифры, но... Блин, знаете, по-моему, на цифры очень мало похоже. Хорошо, если что-то заметим похоже, то обязательно сюда вернёмся, но пока что ещё одна ширма. А, нет, на неё нельзя нажать. И комод, так, сигарета! Используйте предметы, ага, вот та самая фотография. Подожди, у меня есть ещё один обрывок, но он к этой фотографии не подходит. А, я могу двигать! Но, подожди, ммм... А, во-во-во-во, всё подходит, отлично! Потребуется ещё примерно три кусочка. Ладно, сигарету мы забрали, что ты куришь? Фу, записка на столе, и мы поможем вам сбалансировать субстанцию ваших прошлых жизней. Я же говорил, чё-то здесь неладное, ребят. Так, номер телефона, который... Ой-ё-ё-ё-ё-ё, я таких телефонов сто лет уже не видел, надо на какой-то номер позвонить. И вот здесь есть какая-то надпись, блин, я буду очень дико потом угорать, если это реально кажется какой-то номер телефона, но... Блин, очень вряд ли, ребят, очень вряд ли. Следующая комната необычная, а комната с дверью, которая у нас... Ага! Я... Ты попалась, иди-ка сюда! Женщина! Эй! Ключи не могу использовать, к сожалению, но там есть женщина, которую я, походу, пытаюсь догнать, но она заперлась там. Да, ключи определенные, не могу использовать. Позвонить? Так, свет. Чё-то я включил, по-моему. Хорошо, раз та женщина не хочет с нами разговаривать, идём. Дальше. Так, это... Это определенно не работает. Или здесь просто-напросто нет кассеты. Часы показывают время, ровно 12 часов. Что же бы это могло значить? Не знаю, не знаю. Я проснулся в этой комнате. Я чувствовал себя другим, менее реальным. Где она? Я даже могу что-то нап... Ваааааау! Я даже могу что-то напечатать, но я не знаю что. Какое пасамин мне надо написать? Где она? Она за этой дверью, но... О! Я стырил пальто, да ладно? Поиски привели нас в самую первую комнату. И я этого сразу не заметил, но ещё один обрывок фотографии... Отлично! Этого будет маловато, правда. Остальные обрывки фотографии... Надо искать, ребята. Надо искать. возможно найденный ключ подходит к одной из этих нет дверей в шкафу нифига не так а что же тут еще заперто для чего же еще нужен ключик здесь все открыто уже возможно нужен ключ чтобы открыть попугая но нет слушать и зачем нужен дружочек можете покурить дать да вряд ли я нашел просто огромный столик который я почему-то пропустил там были ножницы обрыв фотографии наверное поселений далее карандаш и у меня даже больше нет места под предмета нет а деревянный куб чего а зачем ты нужен а у нас есть карандаш а значит по идее могу дописать что-то но нет не в этот раз открыто же я ничего не могу и взаимодействовать с предметами я вообще еще никак не могу погнали тогда туда где стоит наша фотография и да или не да я не понимаю это последний фрагмент фотографии или же нет а блин ребят нужно еще один или даже два черт возьми надо искать ребят все всегда логично мне немного похолодало говорит наш персонаж и почему бы нам не взять свое пальто видим опять эту странную женщину которая зачем-то выбралась из той комнаты и во первых у нас ты или пальто во вторых я ничего не понял что происходит я бы выкривил сигару ну-ка покури себе стало лучше братишка не знаю не знаю не знаю не знаю но хорошо я дел пальто я покурил сигарету чё еще хочешь надо зажечь сигару говорит мужчина да в принципе логично но чувак я не курю у меня нет зажигалки мы срочно должны помочь ему мужику вы это видели ладно фрагмент фотографии сам упал и теперь получается у нас есть полная картина хорошо но вообще-то мне нужна зажигалка даньки симпатичная женщина и зе вумана для тупых печатная машинка даже нарисована хорошо вписываем это в машинку и что же мы видим нам прилетает ответ или что это такое надо нарисовать мужчину на этой лежанке у меня есть карандаш а надо самому обвести блин знаете из меня ну очень ну очень плохой художник но я в принципе своей работой справляюсь как мне кажется слушай я не умею рисовать правда ну я же все правильно рисую я же все делаю прям по контурам эй хорошо что здесь специально таких тупых как я есть кнопка возврата если чего не могут исправить свои ошибки в этот раз я рисую все немножко поаккуратней все равно не так или же тебе надо просто докрасить немножко вот так вот жилет ехух я уже начал пугаться что мне что-то багануло не нужно выбраться отсюда я знаю что делал это раньше но двери закрыта так я мы рисуем я мы тоже рисуем делаем это аккуратно знаем что игра привередливая если мы что-то сделал не так придется перерисовывать аккуратненько еще одну дощечку идеально просто я не знаю чё кому то не нравится копия неотличима от оригинала просто просто дальше дальше все еще сложнее женщина и вы зачем вы заставляете меня рисовать вы же прекрасно понимаете у меня это ну очень ну очень плохо получается так наверно сначала прочитать почему она не уходит у меня из головы и никогда не видел эту женщину и эй куда ты да читай это было просто очередное дело об убийстве а то есть мы все-таки какой-то следователь или даже детектив но просто же идеально чё тебе не нравится все хорошо надо просто покричать и все заработает что я знаю о ней и как она погибла ну скорее всего как то вот так вот дело 23 может оказаться ключом побег из моего разум о звучит очень классно так я сразу же на портачил и рисуем себе ключ и возможно ооо да ладно забери его погнали погнали быстрее 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 вот же та самая дверь прямо вот здесь от рядом вставляем ключ там уже никого нету эй ключ 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 вместо женщины теперь там кто-то стоит хорошо не знаю кого прогнать оттуда включаем свет в той комнате пробуем еще один раз и теперь там опять тот же самый чудик а теперь там женщина а теперь там никого нету ясно смело предполагаем что ключ сюда просто просто не подходит не я как-то не так кликаю значит он возможно от самого начала так сюда явно надо вставить какой-нибудь ключик вот да открыли самый первый комод дело номер 23 вот она дело о том убийстве два его раскроем и тут нет фотографий блин ничего опять придется искать что ли слева стоит прожектор или не знаю как правильно назвать эту вещь короче нам нужны фотографии парочку книжек улики нифига себе да ладно шел кассету баночки пустые парочку книг которые надо расположить скорее всего в правильном порядке ну вряд ли это порядок возрастания и бывания мечта в очень мало в это верится давай прям наугад это попробуем сделать и некоторые книжки имеет одинаковый размер ладно это бред как мне кажется улика б газетная статья успешно занимает свое место улика номер два нет это слайд нет вас слайд нам нужен для вот этого для этой штуки теле мы можем что-то просмотреть так он куда-то светит на куда именно как я смогу увидеть его изображение хорошо идем дальше у нас есть кассета который я просто обязан прослушать где-то вот здесь я видел проигрыватель и вот он на столе дожидается меня кассету заправляем закрываем play мистер вандермер расскажите мне о своем сыне я смотрел телевизор и на экране был я я был другим и и тогда я сказал скорее всего это начать так задом на барбан чё я не успел прочитать и заново это прослушать нельзя да ладно о нет к да ё-моё ты можешь остановиться и не успеваю читать ты издеваешься что ли и тогда я сказал вот это вот канал ага первое слово я увидел он говорит канал шесть шесть девять мы знаем где находится телевизор но мы не знаем как его починить канал как я пойму где 6 хорошо не хорошо нифига я не знаю как правильно с помощью ножниц я должен что-то сделать вед что а зачем я конечно понимаю что вряд ли смогу с помощью этой ветки починить электричество да вряд ли я правда не знаю зачем она мне нужна по поводу книжек я до сих пор не знаю как правильных надо расставить но зато вот эта вещь нам пригодится это же ручка который мы взаимствуем и можем опустить вот эту штучку вот берем и опускаем говорю вот так вот замечательно еще ниже или не еще ниже вот так вот вроде бы хорошо время есть время но какое именно время надо поставить вижу фотографию подожди фотографию мы забираем ага фотографии мы должны в дело внести сто процентов и фотография занимает свое положенное место вот так вот идеально подходит может перериснуть дальше этот еще куча фотографий надо учусь девать что ли что у нас проектором я вижу он отмечает сразу две цифры первая цифра 5 вторая цифра у нас получает 4 не кажется это намек на часы о не знаю насколько правильно все делаю скорее все сейчас ничего не произойдет до пять часов устанавливаю ничего не происходит меня стрелки местами о да ладно спички я могу закурить сигару подожди бежим к зеркалу нам холодно у нас есть сигареты давай закурим чего ты хочешь теперь ты умеешь пускать кольца неплохо мужик он выпускает символы да ладно первый кругляшок так давай сразу его выставим кругляшок надеюсь это кругляшок у нас здесь есть да 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 есть все потребуется 5 символов кругляшок идем дальше полосочка квадратик буква z и водоворот полосочка квадратик буква z вот такая вот и водоворот то ее изолента теперь мы можем починить телевизор ребят что-то как-то все ну очень просто идет прям элементарно подключаем телек и что же мы там увидим только надо включить какой-то канал нифига себе 300 каналов вы угораете но нам-то с вами нужен тот самый канал о котором мы с вами уже слышали 6 6 и 9 и мы сейчас опа канал 12 канал 12 он сказал блин надо чё листать на 12 канал меня прям завораживает эта игра 12 канал play шестьдесят семь ты это он издевается или что 67 канал место для расслабления место для освобождения разума рассмышлений о прошлом и будущем за лайк замечательно намек понят намек понят для меня и надеюсь для вас но продолжите играть в эту игрушку уже вы потому что я на этом буду понемножку заканчивать я хотел сделать только первое мнение об этой игре поиграть мне прям совсем немножко но чет на самом деле заигрался игра реально затягивает самое главное это квест самый наверное мой любимый уже на данную секунду потому что он легкий без каких-либо подсказок без большого затупления можно пройти его да придется посидеть немножко но тут все элементарно и их самое главное связано я терпеть не могу когда во всяких квестах что-то вообще бессвязный и не имеет смысла тут же вроде как такого пока что нету пишите в комментариях если у вас тоже такое когда вы просто не видите смысла в загадках и у этой игры кстати еще много частей так что можете смело качать или пишите комментариях чтобы я прошел их для вас мне остается только сказать вам спасибо за вашу поддержку пожелать удачи и до новых встреч на моем канале ребят всем пока